В этом году я ничего не пою и даже ничего не декламирую сегодня, поэтому я немножко просто расскажу об эпохе. Существуют разные мнения о начале периода 60-ти. Кто-то относит это к 60-му году, когда Станислав Рассадин именует их именно так в журнале «Юность». Но большинство сходится на том, что эпоха 60-ти начинается в 1956 году, после 20-го съезда. После прочтения Хрущева доклада, который, естественно, был секретным докладом, постепенно он расползается по стране, и люди знакомятся с его содержанием. Это вот первый эпохальный момент. Кого мы можем отнести к 60-ти? Опять же, существует два мнения по этому году. С одной стороны, говорят те, кто родился приблизительно в 1925 году и, будучи подростками, оказался на студенческих скамьях до войны еще. Например, вот как и филивцы. Другие же сходятся во мнении, что это те, кто родился в период репрессий. Но и те, и другие говорят, что в большинстве своем 60-ти являются детьми. Так или иначе, образованы прослойки советского общества на тот момент. Часто это военно-начальники, это инженерная интеллигенция, врачебная и так далее. К одному из первых 60-ти причисляют обычно Акуджаву. Говорят, что он является как бы эталоном этого движения. Ну, выступать со своими именно песенными произведениями мы начнем гораздо позже. Но он, конечно, является как бы старшим 60-ти, потому что он 1925 года рождения. А Галич входит в это позже уже с началом бардовской песни. Ему роль уготована несколько более поздняя. Но именно вот по тому, что пишет большинство исследователей, считается, что именно Акуджава. И даже есть такой советский фильм «Дети 20-го съезда», который вышел в 1984 году, где именно они ссылают... Ну, понятно, что Галич к этому моменту никак не мог фигурировать на советской, так сказать, авансцене, в силу многих причин отъезда, там, ухода из жизни и всего прочего. Но именно вот все адресуют Акуджаве и к его основной роли в этом. Но будем считать, что фигура Акуджавы, она, да, ключевая, и она, в общем-то, более чем достойна для того, чтобы считать его родоначальником этого движения. В 1956 году происходит еще один интересный момент. Выходит роман Дудинцева «Не хлебом единым». Это первый роман в послевоенной литературе, в котором несколько критикуется власть, говорится, немножко затрагивается тема репрессий. Впервые обсуждение этого романа происходит в Ленинградском государственном университете. Роман прочитан, приглашают Дудинцева на обсуждение. Стоять кордоны милиции на обсуждение не попасть. Даже сам ректор университета не может попасть на... Ну, то есть те, кто его не знает из кордонов милиции, не пропускают его, но он оказывается в зале. Но и важным моментом является именно то, что впервые поднята тема антисемитизма. Она не затронута впрямую в романе, но когда поднимается один из студентов-математиков и говорит о том, что как бы опосредованно эта тема затрагивается в романе, и у нас, в общем, есть прецедент о том, что в нашем университете позиция антисемитизма рассматривается как полезная. И вы не поверите, ректор Ленинградского государственного университета Александров говорит, да, это я так считаю, и подает в отставку. Вот хотя бы такой пример, наверное, ну, естественно, это было невозможно до смерти Сталина. Но это один из моментов. Что основного происходит в период второй половины 50-х? Конечно, это фестиваль молодежи и студентов. Впервые, оказывается, на территории Советского Союза, ну, огромное количество иностранцев, которых, естественно, пытаются отделить от советских людей, которые, ну, не должны знать, как хорошо жить на Западе. Но это не очень удается, несмотря на то, что большинство нежителей, имеющих прописки крупных городов, выселяются там на время, так же, как было в период Олимпиады, уже гораздо позже. Но происходит первый контакт. И в этот же момент происходит одна из выставок «Американская неделя науки» происходит. В Москве проходит, и там есть открытые экспозиции, когда впервые люди имеют возможность вообще увидеть, что такое Кока-Кола, там, попробовать ее восхититься всеми прелестями этого неполезного, как мы теперь знаем, напитка. Ну, если они выпили его один стаканчик, то, наверное, он им кажется божественным и вполне полезным, поскольку это уж точно привет с далекого Запада. В этот же период проходит неделя английского и французского кино. Основным фильмом, правда, является почему-то культовый бельгийский фильм, видимо, показанный в рамках недели французского кино. «Чайки умирают в гавани». Это первый такой экзистенциальный фильм, который увидели советские зрители. То есть, ну, не про тоярок там, не про то, как все хорошо у нас и как все плохо у них, а фильм, когда вот, как бы, нет никакого действия. То есть, те фильмы, трофейные, которые в основном были завезены в Советский Союз после войны, так или иначе, там, ну, либо был образ врага, друга, любви, военных действий, там нет никакого конкретного действия. «Советская молодежь» на тот момент посещает его по многу раз, сходят многие из того поколения, там, и Лосев, и... Вот я посмотрела какие-то ролики, люди, которые, видимо, были очень известны в ту эпоху, но вот кроме Лосева никакие... А, и Колкера, никакие другие, мне были вот так вот близко незнакомы, они отзываются об этом фильме, что они его посетили очень много раз, и он оказал на них колоссальное влияние. Но и в Советском Союзе развивается в этот момент очень хорошо индустриализация, второй виток индустриализации. Наступает вот этот вот момент взаимодействия физиков и лириков, о том, что Слуцкий скажет, мы, так сказать, пошли в сторону физиков, несколько забыли лириков, что, в общем-то, нельзя признать верным. Но, например, вы будете удивлены, в Ленинграде, в ДК пищевой промышленности выделяете миллион рублей на создание джазового оркестра. Можете себе сейчас представить, чтобы на что-то выделили, ну пусть это старый, в старых деньгах, но все равно, чтобы выделили что-нибудь на создание какого-нибудь оркестра. Трудно себе это представить, потому что культура является важным элементом. Еще один момент – желание, так сказать, заглушить летворное влияние Запада. Для этого нужно создать что-то свое альтернативное. Но при этом выбирается достаточно правильная позиция. Необходимо людей познакомить с тем, что происходит на Западе. Например, в этот момент Остонога в театре ставит спектакль по итальянской прозе, там какой-то такой водевильного характера, в котором Юрский и его партнерша, ну, одна из артистов театра, они танцуют полный рок-н-ролл. То есть они вот показывают, ну сколько там длится это, потому что две или три минуты, вот все то, что показывается на Западе, все те движения, которые все так хотят подсмотреть, они просто это демонстрируют на сцене. Это один из спектаклей, с которым они ездят по стране. То есть жители Советского Союза могут с этим ознакомиться и в дальних уголках тоже. То есть так или иначе, что-то заглушается, что-то пытается, так сказать, свести на нет, но при этом дается возможность, по крайней мере, ознакомиться. Мода. Мода этого периода оказывает огромное влияние на молодежь, причем, что интересно, впервые, это больше мужская мода, нежели женская. В этот момент стиляжничества достигает неимоверных размеров. Вы можете себе представить, клеши 32-35 сантиметров. То есть, ну, ходить в таких брюках, наверное, практически невозможно, но как-то ходят. При этом, если, например, пиджак, то он покупается на несколько размеров больше, они там окрашиваются, вообще производятся с ними какие-то неимоверные действия, потому что импорта практически нет, ну, что-то попадает, но если уже попадает, то только в крупных городах. А брюки на четыре размера меньше. Если это не клеши, то они должны быть дудочки. Ну, патрули, естественно, пытаются там порезать эти брюки, что называется, как только могут с этим бороться, но не получается. Подошвы высотой неимоверные, подклеивается все, что можно, потому что, опять же, шобушь такую же никто не упускает. Ну, в моде девушек тоже происходит некоторые изменения. Так скажем, некоторое в стиле пин-ап, в общем, все такая мода, все, что они видят и все, что они могут скопировать. Ну, девушкам обычно проще, что-то сам пошив может произвести, поскольку, опять же, импорт существует, но в очень минимальном объеме. Только вот то, что практически привезли в момент фестиваля молодежных студентов, естественно, ну, назовем это, какая-то торговля и спекуляция все равно были, и какие-то образцы вот остались в крупных городах, и с них снимаются выкрики, мерки, все, что можно. Огромное влияние оказывает чтение иностранной литературы. Огромными тиражами выходит Селлинджер, впервые выходят большими тиражами Ремак, и многие произведения Хамингуэя, которые до сих пор не были изданы, в 1962 году выходит двухтомник Хамингуэя, который раскупается мгновенно. Единственный из него романов, который рассказывает, Пятая колонна, который рассказывает о событиях в Испании, как бы не подлежит прочтению, то есть его не включают этот двухтомник, практически все остальное было включено. И для многих он является символом поколения. Даже я вот помню, у нас дома висел портрет Хамингуэя, вот этот вот знаменитый в свитере. И, в общем, это тоже икона подражания огромного количества советских мужчин, которые приблизительно в таком облике легкой небритости в этих свитерах продолжали ходить и в 60-е, 70-е, 80-е, и в туристических походах, и в обычных буднях НИИ. Ну, по крайней мере, я вот видела людей, которые так, по-моему, всю свою жизнь приблизительно вот в таком наряде проходили. А когда мы говорим, так сказать, о свитерах и походной жизни, туризм приобретает огромную роль в жизни советского человека. Как в свое время писал Петер Валь, который уехал, а умеешь ли ты разжечь там, не знаю, костер с одной спички, а можешь ли ты там куда-то там переправить, плавиться на лодке. И именно это важно. Не так важно, что там что-то другое, но это то, что характеризует вот мужчину того периода, ну и женщины тоже ходят в походы. Человека в штормовке увидеть гораздо чаще можно, нежели человека, там, не знаю, в какой-нибудь другой одежде. Ну, в вечернем платье там не дефилируют, в общем, по-моему, но в штормовке дефилируют. И ходят, и проживают свою жизнь в штормовке. И проживают свою интересную жизнь. Потому что, кроме того, что они ходят в походы, по сути дела, появляется такое распространённейшее явление, как бардовская песня. Именно бардовская песня, её родоначальником, по мнению многих исследователей, считается Висбор. Будете удивлены, я тоже не знаю, почему, но вот все ссылаются на то, что именно песня Висбор является вот камертоном бардовской песни той волны шестидесятников. Ну, естественно, одним из важных элементов является образование. После войны, ну, как мы понимаем, поколение военное, мужчины, жили на фронт, не вернулись. И только после восстановления какого-то баланса, мирной жизни, здесь есть возможность вернуться к образованию. В этот момент студентов, приходящих каждый год за, так сказать, партией в аудитории университета, оказывается полтора миллиона. Огромное количество, если учесть потери в войне. Образование приобретает колоссальную роль. Причем во всех сферах, то есть неважно, мы говорим о гуманитарной или о технической, создается вот это вот ядро интеллигенции, которое потом и в 70-е, и в 80-е у горы играет колоссальную роль, которое потом в дальнейшем окажется, к сожалению, в эмиграции, не найдя себя очень часто. И в 90-е годы уже, ну, будучи людьми преклонного возраста, многие из них будут в восторге, то есть, ну, в конце 80-х и 90-е от идеи перестройки, но, к сожалению, не все смогут найти себя в этом. Ну, эпохальным явлением, как бы, спада 60-ничества, к сожалению, является процесс Синярского и Даниэля, который происходит в 66-м году. Это один из моментов таких первых звоночков. Не снятие Хрущева. Что интересно, что когда власть поменялась, то была такая мысль, что будет лучше. Об этом говорили и на Вала Матвеевы, и многие, что поскольку начинается вот эта эпоха застой, начинается тихо и спокойно, ну, и как бы никто ногами не топает, и никто вот не орет, как, так сказать, наш замечательный лидер той поры, то кажется, что, наоборот, все будет очень хорошо, и что, в общем, наступит рай, благодать и свобода мысли. Ничего этого не наступает, но это понимается с течением времени. Первым серьезным звоночком является именно вот этот процесс 66-го года. А что это за процесс? Синярского и Даниэля. Что это за процесс? Ну, так сказать, осуждение в дальнейшем высылка. То есть, как бы, нет возможности их, у них нет возможности ничего делать на родине. И, как бы, если бы их оставили в покое, то, вероятно, то, что они, то, что он писал под свиданием, он бы продолжал спокойно писать. Но это невозможно уже становится. Так же, как постепенно происходит, ну, новый мир закроется позже. Новый мир разгорят уже в 70-м году, а официальная эпоха 60-ти заканчивается в 68-м с прашицкой весной. Интересно является то, что лидер, ну, вот, так сказать, духовный лидер или, там, политический лидер, который был во главе вот этого восстания, пражского восстания, учится одно время и является буквально соседом Горбачева по общежитию. То есть, он учится в Москве, является соседом Горбачева по общежитию. Горбачев даже, как вот, пишут о том, что он его знал, и они там общались, и, в общем, к какой-то степени он всячески разделял его взгляды. Ну, он-то разделял, только, не все в стране их разделяли, естественно. Но, как-то вот само себя это явление постепенно изживает, потому что все, что можно, властью, власть разрешила. Больше власть не готова была разрешить, так скажем. Поэтому постепенно к 70-му году приходят несколько иные ценности, все постепенно сходит на нет, и уже 70-е годы будут ознаменованы совершенно другими культурными явлениями. А в литературе может быть даже более серьезными, но не в поэзии. Вот именно в этот период проходит колоссальное развитие политического творчества, интеллигенции. Как самодельных поэтов, так и тех, кто в дальнейшем станет профессиональными, каково, Володя говорит, можем ли мы их считать классиками. Ну, я не знаю, можем ли мы их считать классиками или нет, наверное, над этим спорить можно до бесконечности, но их точно можно считать классиками, лидерами, духовными лидерами того поколения. Когда мы говорим, например, о фильме «Застава Ильича», естественно, вот этот вот кадр «Вечер в политехническом» это одни из эпохальных кадров, которые, наверное, обошли всю страну и ни одно поколение их посмотрело. То есть, как бы, тут и говорить не о чем, что именно эти поэты оказали колоссальное влияние на дальнейшее развитие политических настроений. Ну, вы можете сейчас себе представить, что вечер поэзии, там какой-то альманах, который принимает участие, выпуск у которого способствует Луговской, вот презентация происходит в московском магазине книжном, и он собирает, ну, естественно, что уже помещения магазина недостаточно, собрал 30 тысяч человек, 30 тысяч, ну, понятно, Москва многомиллионный город, но все равно вы можете себе представить сейчас, что какое-то политическое событие, соберет 30 тысяч человек, которые три часа, ну, Москва ж не тропики, стояли на улице и слушали 30 исполнителей, то есть 30 поэтов перед ними выступали. И такие вечера происходят регулярно, ну, пусть там не 30 человек, но 30 выступающих в течение трех часов, это абсолютно нормальное явление того периода. Я не думаю, что, то есть, когда Марлен Хуцель снимал вот этот фильм «Заставы и веча», то массовки участвовали сами поэты, как мы знаем, и они 7 дней ходили, как на работу, на съемки и были безумно горды тем, что их выбрали для того, чтобы принять участие вот в съемке этого фильма. А поэзия была камертоном жизненем, я более того скажу, уже гораздо более позднее время в Ленинградском доме книги я работала в отделе поэзии «Бессменная продавщица», там, я не знаю, она работала там миллион лет, она великолепно разбиралась в поэзии. И та поэзия, которую она рекомендовала вот в моей молодости, юности к прочтению, это всегда были, как я сейчас понимаю, шестидесятники. Ну, я не говорю о том, что она была против того, что мы там читали Лермонтова и Лепушкина, нет, конечно. Но если мы приходили и просили что-то современное, хотя его же практически не издавали, то я прекрасно помню, что то, что она нам рекомендовала, это было именно вот из «Тлеяды шестидесятников». Ну, вот, наверное, это то, что хотелось бы сказать об этой эпохе, поскольку у нас вечер музыкально-поэтический, то именно музыка и поэзия являлись камертоном того периода. Спасибо, Ина. Спасибо, Ина.